МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Тахлил на май с итогами уходящей недели. Хроника событий, как осенний марафон с охватом многих сфер, приоритетов и целей. Здесь и векторы внешнеполитического курса, и внутренние задачи от проблем экологии до обновляемой инфраструктуры столицы. Успевать нужно все. Таковы жизнь и нынешнее время. Вспомним неделю. 17 сентября президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзаюев ознакомился с презентацией проектов строительства ряда объектов. При президенте Шавкате Мирзаюеве 17 октября состояло совещание по вопросам контроля за расходованием средств, выделяемых на инфраструктуру махалей. 18 октября руководитель страны посетил государственное унитарное предприятие, «Ташкент-Бош-План-Лети» и ознакомился с проектом генерального плана города Ташкента до 2045 года. Президент Шавкат Мирзаюев 18 октября провел совещание по ожидаемым результатам в аграрной сфере по итогам года и задачам на следующий год. 19 октября глава нашего государства принял специального представителя Евросоюза по Центральной Азии Терхия Хакалу. 20-21 октября президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзаюев по приглашению президента Туркменистана Сердара Берда Мухамедова посетил эту страну с официальным визитом. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждены актуальные вопросы двусторонней региональной повестки. В центре особого внимания оставались вопросы углубления узбекско-туркменских отношений стратегического партнерства на новом этапе, наращивание объемов взаимного товара оборота, расширение кооперации в различных отраслях. По итогам саммита принес солидный пакет двусторонних соглашений по приоритетным направлениям взаимодействия. 21 октября президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзаюев направил праздничное поздравление народу Узбекистана в связи с праздником узбекского языка. Дипломатия. Непременный спутник политики. И все, что из этой области, всегда сопряжено с определенным форматом. Но есть и особые случаи. При всем соблюдении протокола рулит и момент душевный. Тем более, когда общие корни, тем более, когда соседи. Да и современный мир все настойчивее склоняет быть ближе к тем, чей конструктивный диалог позволяет регулировать ситуацию в регионах. Центральная Азия. О том, как важны сплочения усилий ее стран. Диалог основанный на учете и уважении интересов каждого государства и народа. Президент Шавкат Мирзаюев подчеркнул и во время официального визита в Туркменистан. По мнению экспертов, он стал еще одним показателем позиции Ташкента в регионе эффективности внешнеполитического курса. В чем узбекская сторона демонстрирует особую инициативность. С коллегами глава Узбекистана встречается часто. Только за последний год уже несколько раз. И это не считая самаркандского саммита ШОС. На котором присутствовали лидеры соседних государств. Со всеми модернизирована база двухсторонних отношений. А нынешний визит – очередной шаг в развитие диалога в Центральной Азии. За последние годы удалось создать совершенно новую атмосферу узбекско-туркменских отношений. Придать сотрудничеству стратегический характер. А теперь его усилят, что предусматривает и подписанная в ней визита декларация. Это новый уровень партнерства как в двухстороннем, так и международном формате. О политике по-братски в материале программы. Узбекистан и Туркменистан, имеющие общие цели устойчивого развития, идут по пути экономического роста, поддерживая друг друга. Отношения между двумя братскими народами, проживающими испокон веков мира и согласии, взаимной поддержки, еще больше укрепились в последние годы. Сегодня можно уверенно констатировать – многоплановое сотрудничество между странами успешно развивается на принципах крепкой многовековой дружбы, взаимоуважения и добрососедства. Четко обозначенные главой государства задачи по укреплению сотрудничества во многих приоритетных направлениях дают свои положительные результаты. Взять, к примеру, торгово-экономические отношения. Если в 2016 году показатели взаимной торговли составляли чуть более 200 миллионов долларов, то по итогам 2021-го эта цифра выросла до 902 миллионов. В 2017-2021 годах объем взаимной торговли между Узбекистаном и Туркменистаном увеличился в 4,3 раза. А ведь никогда ранее товароборот не демонстрировал такую динамику. Сегодня из нашей страны в соседнюю экспортируется сельскохозяйственная техника, плодовочная продукция, минеральные удобрения, стройматериалы, химическая и текстильная продукция, различные услуги. Словом, потенциал у обеих сторон огромный. И еще одной страницы во взаимоотношениях Узбекистана и Туркменистана. Исторической датой стали 20-21 октября 2022 года. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев по приглашению президента Туркменистана Сердара Бердамухамедова посетил эту страну с официальным визитом. Почему глава нашего государства совершил данный визит? Какие цели были поставлены в этот раз? Ответ очевиден. Инициативы конкретные. Расставить новые приоритеты укрепления двустороннего сотрудничества по ряду направлений. И самое главное, задействовать ранее неиспользованный потенциал. И основная локация для переговоров на высшем уровне – резиденция президента Туркменистана, дворцовый комплекс Огус-Хан. За последние годы удалось достичь прорыва по всем направлениям практического взаимодействия. На основе дорожной карты успешно реализуются договорённости, достигнутые в ходе переговоров на высшем уровне. Осуществляются регулярные контакты и плодотворные обмены между правительствами, министерствами и ведомствами, а также регионами двух стран. Эти аспекты отметили президенты в ходе переговоров в узком формате. В фокусе особого внимания – вопросы углубления сотрудничества в Центральной Азии. Наши двухсторонние отношения вышли на совершенно новый уровень. За последние месяцы мы с вами очень часто встречаемся. В Самарканде, Астане встречались. Многие вопросы решаем. Очень серьёзно у нас продвигаются торгово-экономические отношения. Товарооборот растёт. То, что мы с вами приняли дорожные карты вашего исторического визита в Узбекистан, они воплощаются. Мне очень приятно, что нерешённых вопросов у нас нет. Сегодняшняя встреча даст мощный импульс взаимоотношения двух братских, дружественных стран. Этот визит мы рассматриваем как важное этапное событие. Мы удаём особое значение расширения двухсторонних связей. Уделяем особое внимание развитию торгово-экономических связей между нашими странами. Мы будем прилагать все свои усилия для вывода двухсторонних культурных, научных и образовательных связей на качественно новый уровень. Обсудить детали взаимодействия по конкретным направлениям позволили переговоры в расширенном формате с участием делегаций двух стран. Торгово-экономическое, энергетическое, инвестиционное, транспортно-логистическое, сельскохозяйственное и водное отрасли. Каково нынешнее состояние сотрудничества в этих сферах? Насколько огромен потенциал двух стран для умножения результатов? Это и обсудили стороны в ходе встречи. Давайте мы рассмотрим детальнее. Энергетика. По официальным данным Туркменистана, углеводородные ресурсы страны оцениваются более чем в 71 миллиард тонн нефтяного эквивалента. Она занимает четвёртое место в мире по запасам природного газа. Это хорошая возможность для узбекского импорта. Близко, доступно. Если раньше мы только осуществляли сотрудничество в сфере взаимопоставок, удобрений или других видов продукции, то сейчас мы уже с нашими туркменскими партнёрами выходим на более качественный уровень реализации уже совместных проектов на основе промышленной кооперации. В частности, мы договорились о совместной подготовке проектной документации по разработке месторождения йода, брома, сульфата натрия, которые в дальнейшем будут использоваться как на предприятиях Туркменистана, и так и на создаваемых в Узбекистане химико-технологических кластерах в рамках малотоннажной химии, для фармацевтики, для стекольной промышленности, для бытовой химии. Также мы договорились, что имеется здесь завод «Мара-Азот», который наш проектный институт будет разрабатывать ТЭО-проекта, и в дальнейшем, после его разработки, наши подрядные организации осуществляют соответствующую работу по модернизации данного предприятия. Отдельное направление будет совместная подготовка кадров, повышение их квалификации. Выражена просьба туркменской стороны организовать обучение и повышение квалификации туркменских специалистов, химический, газохимический отрасль на наших действующих предприятиях. Сегодня экономика Узбекистана ориентирована на превращение ресурсов в добавленную стоимость и поставку готовой продукции на мировой рынок. За покупателям далеко ходить не нужно. Ну а теперь о том, какие возможности в сотрудничестве еще не использовались. Рассмотрим на примере статистики. В 2021 году в Туркменистан было ввезено электрических кабелей на сумму 74 миллиона долларов, а из Узбекистана было закуплено аналогичного товара всего на 600 тысяч долларов. Хотя Туркменистан ежегодно импортирует автотранспортных средств на сумму около 270 миллионов долларов, Узбекистан почти не экспортирует их в эту страну. И мы привели всего два примера. Простыми словами, у Узбекистана полно продукции, которую Туркменистан покупает из третьих стран. По итогам переговоров достигнута договоренность о создании в Туркменистане совместного предприятия при сотрудничестве компаний Узавтосануат и Туркменистан Моторс, объем инвестиций которого достигнет 10 миллионов долларов. На первом этапе планируется выпускать 5000 автомобилей в год. Узавтосануат изучила рынок Туркменистана и такую стратегию выбрала и договорилась с представителями промышленности Туркменистана, что мы не будем смотреть на рынок Туркменистана как на рынок СБИТА, а как на партнера, с которым Узавтосануат совместно будет развиваться, выходить на новые рынки СБИТА. Также мы договорились рассмотреть вопросы производства сельхозтехники и навесно-преступной техники, так как Туркменистан закупает большое количество сельхозтехники. На первом этапе мы договорились производить крупнооблочным способом, а с увеличением объема переходить на более углубленное производство. При встрече с представителями Министерства промышленности мы их пригласили изучить наш опыт, посмотреть на наши заводы и какой эффект автомобилестроения дает стимул другим отраслям и является одним из драйверов развития промышленности. В отчёте конференции ООН по торговле и развитию «Мировые инвестиции 2021» Туркменистан освоил прямые иностранные инвестиции в размере 1,2 миллиарда долларов в 2020 году, чуть более 2 миллиардов в 2019 году и 12,7 миллиарда долларов в период 2015-2020 годов. А в Узбекистан в прошлом году привлечены прямые иностранные инвестиции на сумму более 8,5 миллиардов долларов. Итак, какие соглашения в этом направлении были достигнуты между двумя странами? Достигнутые по итогам переговоров договорённости открывают абсолютно новые возможности для укрепления и развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Говоря о конкретике, можно отметить соглашение по дальнейшему наращиванию объёмов взаимной торговли. Поставлена конкретная цель – довести объём двусторонней торговли до 1 миллиарда долларов. Эта планка абсолютно выполнима. Почему? Потому что введение режима свободной торговли между двумя странами позволит нам на беспошлиной основе торговать, что, конечно же, будет способствовать кратному увеличению поставок как из Узбекистана, так и из Туркменистана. В этих целях мы также договорились об открытии торговых домов в двух странах. Узбекистан и Туркменистан добились огромного результата в торговле и экономике. Две страны планируют построить зону трансграничной торговли, которая предоставит огромные возможности для предпринимателей. Главы государства договорились активно развивать коридоры по линиям Восток, Запад и Север-Юг, в том числе используя возможности порта Туркмень-Баше. Очень актуально стоит вопрос международных транспортных коридоров, это интеграция и использование их. Республика Туркменистана, соседское государство, она является одним из основных наших транспортных коридоров, в котором через Туркменистан имеется возможность соединения и с Ираном, и через Иран с южными государствами, в Турцию, через Турцию, европейские страны. Ну, в целом, очень актуальный коридор. И достигнуты договоренности о том, что к концу текущего года мы вернемся полностью 100% на традиционные методы грузоперевозок, как на автомобильном транспорте, так и на железнодорожном транспорте. И все ограничения, пандемийные ограничения, они будут ослаблены и перейдут на допандемийный период. Наряду с этим есть сложность в оформлении виз для наших грузоперевозчиков, для водителей грузовых автотранспортных средств. Также достигнуты договоренности, что будут ослабления и будут созданы отдельные процедуры для получения визы, она будет украшена для наших водителей. Лидерами двух стран отмечен также уровень взаимодействия в водной сфере. Стороны совместно обеспечивают полномасштабную реализацию подписанного в Ташкенте заглашения по реке Амудария. В числе приоритетов также дальнейшее наращивание межрегиональных связей и укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества. Президенты подтвердили необходимость активизации взаимодействия в сфере науки, образования, искусства, кино и туризма. Итоги переговоров на высшем уровне закреплены в подписанных между сторонами документах. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Туркменистана Сердар Бердумухамедов подписали декларацию об углублении стратегического партнёрства. Кроме того, на уровне правительств Министерств и ведомств двух стран подписан ряд документов, предусматривающих наращивание многопланового узбекско-туркменского сотрудничества, в том числе план практических действий на 2022-2024 годы по активизации политического диалога, межпарламентского, торгово-экономического сотрудничества, культурно-гуманитарного обмена между Республикой Узбекистан и Туркменистаном, соглашение о дальнейшем развитии двусторонних внешнеэкономических отношений, соглашение о регулировании деятельности торговых домов на территориях Республики Узбекистан и Туркменистана, соглашение о научно-техническом сотрудничестве в области гидрометеорологии, план практических мер по дальнейшим расширению сотрудничества в области сельского хозяйства, соглашение о регистрации лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Принято также соглашение о сотрудничестве в области электроэнергетики, таможенного дела, ветеринарии и животноводства, кинематографии и других направлениях. Туркменистан очень быстро развивается именно в строительной сфере, Именно инфраструктура и жилые дома. Две отрасли очень заинтересовались здесь открыть торговый дом как шоурум. Так таково на среднем два проекта на сумму 16 миллиардов долларов. Это Ахалтити и Ашхабатити. Там в среднем порядке около 500 миллионов долларов. Они нуждаются в электротехнике и также строительных материалах. На сегодняшний день Узбекистан может предоставить на процентов 30 дешевле товар. И это даст возможность нашим предпринимателям открыть новую экспортную географию. По итогам переговоров на высшем уровне состоялся брифинг для представителей средств массовой информации. Мы подписали декларацию об углублении нашего стратегического партнерства, которое предусматривает более тесное сотрудничество как в двустороннем формате, так и на международной арене. Локомотивом узбекско-туркменского партнерства является дальнейшее наращивание торгово-экономического сотрудничества. Благодаря совместным усилиям, несмотря на все сложности сегодняшнего дня, нам удалось обеспечить рост объема взаимной торговли. Мы договорились уделять приоритетное внимание развитию кооперации путем реализации проектов химической промышленности, энергетики, в области транспорта и логистики, сельском хозяйстве. Мы также детально обсудили вопросы взаимодействия в сфере транспорта и транзита, решили и далее направлять усилия на увеличение объема железнодорожных и автомобильных перевозок. Подтвердили готовность совместно развивать транспортные коридоры по линиям Восток-Запад, Север-Юг. В этих целях договорились создать совместную транспортно-логистическую компанию. Поручили нашим министрам транспорта в ближайшее время подготовить многостороннее соглашение, которое позволит существенно нарастить объемы транзитных перевозок. Речь идет о применении сквозных и логотных тарифов. Не осталось ведь внимания ключевой для наших стран вопрос взаимодействия в сфере водопользования и сотрудничества в рамках МФСА. Подчеркнуто важность продолжения конструктивного диалога для справедливого и рационального использования водных ресурсов, трансграничных рек Центральной Азии. Узбекистан и Туркменистан показали пример, подписав в этом году историческое соглашение по Амударье. Также продолжим развивать сотрудничество в области охраны окружающей среды, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера. Считаем важным и далее укреплять межрегиональные обмены и контакты по линии народной дипломатии. Важно наладить постоянный диалог между общественностью приграниченных областей и регионов. Культурно-гуманитарные обмены всегда были краеугольным камнем многовековой дружбы наших братских народов. В целях широкого празднования предстоящего 30-летия дипломатических отношений между Узбекистаном и Туркменистаном мы с уважаемым Свердаром Гурбангулеевичем договорились провести в следующем году взаимные дни культуры и кино, фестивалей и другие мероприятия. Учитывая роль знания в современном мире, мы намерены наращивать взаимовыгодные сотрудничества в сфере образования и научных исследований, здравоохранения новых технологий и инноваций. Все эти направления имеют огромное значение для формирования интеллектуально развитого и высокообразованного нового молодого поколения, которое продолжит созидательную работу на благо наших стран. Уважаемые друзья, сегодня мы торжественно откроем парк Ташкент в прекрасном Ашхабаде. Хотел бы выразить огромную признательность инициатору проекта Гурбангулеевичу и президенту Туркменистана Свердару Гурбангулеевичу за такой бесценный подарок. Следует особо почерпить, что парк Ташкент в Ашхабаде и парк Ашхабад в Ташкенте стали ярким символом узбекско-туркменской дружбы и добрососедства. Я рассказал уважаемому президенту, что у нас в Ташкенте парков много, но парк Ашхабад – это самый посещаемый парк. И я уверен, что парк Ташкент тоже будет таким же посещаемым. Это наглядный пример глубокого уважения народов к истории и культуре друг друга. Мы сегодня с Свердаром Гурбангулеевичем Бердмухамедом обменялись мнениями и подтвердили общность наших позиций по актуальным вопросам международной и региональной политики. Договорились продолжать активные взаимодействия в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, ШОС, ОИС, Организации Туркменских государств и других многосторонних структур. Отдельно внимание уделили вопросам обеспечения безопасности и устойчивого развития Центральной Азии. Туркменистан и Узбекистан выступают с единых или близких позиций по таким ключевым вопросам глобальной повестки, как сохранение и поддержание всеобщего мира и стабильности. Такой подход отвечает нашим двусторонним интересам, соответствует долгосрочным целям мирового сообщества по укреплению архитектуры всеобщей безопасности. Была дана высокая оценка механизмов консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Подтверждена готовность к ее дальнейшему укреплению. В ходе переговоров мы отдельно остановились о положении в Афганистане. Была подтверждена твердая приверженность мирным политическим средствам регулирования ситуации в этой стране. Отмечена необходимость полноценной интеграции Афганистана в международные экономические процессы, прежде всего через его деятельное участие в реализации крупных энергетических, транспортных и коммуникационных проектов. Поддерживая усилия Узбекистана по созданию благоприятных международных условий для достижения этих целей, высоко оцениваем проведенную в июле в Ташкенте международную конференцию по Афганистану. В ходе переговоров мы договорились наращивать сотрудничество по аральской проблематике, будут оказывать всестороннюю поддержку деятельности Международного фонда спасения арала. Было констатировано наличие больших перспектив развития торгово-экономического сотрудничества, увеличения объемов товарооборота. Отмечена готовность к расширению сотрудничества по линии бизнес-сообществ двух стран, выходу на совместные проекты. Достигнуто договоренность наращивать взаимодействие в стратегических сферах, в транспорте, коммуникациях, в энергетике. Был отмечен динамичный характер гуманитарного сотрудничества между нашими странами, расширение связей в областях культуры, науки, образования и спорта. Активизировалось за последнее время сотрудничество между соседними областями Туркменистана и Узбекистана. Мы договорились максимально поддерживать эти процессы на государственном уровне. Я глубоко удовлетворен сегодняшними переговорами, по результатам которых был подписан солидный пакет двухсторонних документов. Хотел бы особо подчеркнуть огромную личную заслугу в укреплении двухсторонних связей президента Узбекистана и его постоянного внимания к вопросам сотрудничества с Туркменистаном. В заключение прошу передать братскому узбекскому народу пожелания мира, процветания и дальнейших успехов в его созидательной труде. 21 октября 2022 года. Эта дата, несомненно, станет исторической в отношениях Узбекистана и Туркменистана. Заложен прочный фундамент дальнейшего углубления многопланного сотрудничества. На это нацелены документы, принятые по итогам переговоров резиденции президента Туркменистана в дворцовом комплексе Огус-Хан. Не менее насыщенной была и вторая половина дня. В рамках официального визита в Туркменистан президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев встретился с председателем Верхней Палаты Парламента этой страны Гурбан Гулыбердом Мухамедовым. Глава нашего государства особо подчеркнул, что масштабные социально-экономические реформы, начатые Гурбан Гулыбердом Мухамедовым, создали прочный фундамент для построения сильного Туркменистана. Стороны с удовлетворением констатировали, что узбекско-туркменские связи поистине являются примером межгосударственного партнёрства, в котором отсутствуют нерешённые вопросы. Обсуждён широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействия на региональных и международных организациях. Отмечено, что межпарламентский диалог становится важнейшим фактором дальнейшего сближения двух народов. В завершении встречи Гурбан Гулыберд Мухамедов подарил президенту Шавкату Мюзееву щенка породы Алабай, особо почитаемый туркменским народом. Символическое событие визита. Глава нашего государства посетил мемориальный комплекс «Народная память» в городе Ашхабаде, почтил память ушедших и возложил цветы к подношу мемориала. Затем он ознакомился с экспонатами музея и оставил запись в книге почётных гостей. Вопросы образования и воспитания всегда с самых древних времён служили краеугольным камнем развития, силой, приумножающей мощь государств и народов. Будущее любого общества непосредственно зависит от того, насколько образованным и всесторонне развитым является сегодняшнее молодое поколение. Именно поэтому в Узбекистане, как и в Туркменистане, проводятся коренные реформы системы образования и воспитания. Вопрос всестороннего развития данной сферы, укрепление сотрудничества, фокусе постоянного внимания главы нашего государства. Это можно видеть и на примере посещения президентом Шавката Мерзиёевым Туркменского государственного университета имени Махтум Холе. Руководитель нашей страны теперь является почётным профессором данного университета. В мероприятии приняли участие представители широкой общественности Туркменистана, учёные, государственные и общественные деятели, представители дипломатического корпуса, руководители международных авторитетных организаций. Хочу выразить ещё раз искреннюю признательность за присвоение мне звания почётного профессора столь авторитетного образовательного учреждения Центра науки и знаний. Для меня это большая честь. Вопросы образования и воспитания всегда с самых древних времён служили краугольным камнем развития силы государства и народа. Будущее любого общества непосредственно зависит от того, насколько образованным и всесторонне развитым является молодое поколение. Именно поэтому в Узбекистане, как и в Туркменистане, проводятся коренные реформы в системе образования и воспитания. Мы создаём новые университеты и открываем в стране филиалы ведущих зарубежных вузов. Значительно увеличены квоты приёма студентов и магистрантов. Наша цель, чтобы в новом Узбекистане молодые люди были гармонично развитыми личностями. Сегодня мы живём в эпоху обострения геополитической конкуренции, непредсказуемых перемен. В нынешних условиях очевидно, что ни одна страна не сможет в одиночку преодолеть современные вызовы и угрозы. Выход из ситуации только один – конструктивный диалог, основанный на учёте и уважении интересов каждого государства и каждого народа. На современном этапе развития мы исходим из понимания общности, истории и неделимости будущего узбекского и туркменского народа. Уверен, что прочные отношения дружбы и добрососедства между нашими странами будут достойно продолжены вами, представителями туркменской молодёжи. Президент выразил уверенность, что Туркменский государственный университет имени Махтум-Кулэ приумножит славные традиции подготовки высококвалифицированных кадров, а выпускники вуза с честью будут служить благородному делу – дальнейшему развитию Туркменистана. Одно из ярчайших событий в рамках официального визита президента Шавката Мирзиэева в Туркменистан – открытие парка Ташкент в городе Ашхабаде. Нет, мы с вами не в Ташкенте, а находимся в Ашхабаде, где перенесли частичку нашей столицы. И в самом центре парка расположился знакомый нам всем монумент – Три Аиста. Это также неспроста, поскольку это символ благополучия мирного неба. И важно то, что здесь каждый символ, каждый узор олицетворяет наши национальные и культурные ценности. И парк расположился в историческом центре города Ашхабада. Удобнейшая локация. На территории около трёх гектаров создан ландшафтный сад с цветниками. Возведены миниатюрные копии достопримечательностей нашей столицы. Лидеры двух стран ознакомились с созданными здесь условиями. Посадили деревья в знак добрых устремлений. Президенты пожелали счастья паре молодожёнов, отмечавшим здесь свадьбу. Как известно, во время визита президента Туркменистана в Узбекистан, в Ташкенте был открыт парк Ашхабад, что стало воплощением прочных уздружбы между народами наших стран. О близости наших народов, крепкой многовековой дружбе, говорит и тот факт, что в нашей стране, в мире и согласии проживают свыше 206 тысяч представителей туркменской диаспоры. В свою очередь, в Туркменистане бог о бог живут около 310 тысяч наших сайтов-численников, для которых открытие парка Ташкент стало настоящим подарком. Ведь именно здесь можно ощутить ту самую атмосферу, национальный колорит, архитектуру, присущую Узбекистану. Ну а церемония запуска строительства зоны приграничной торговли Харезан-Дашоугус стала поистине долгожданным и важным событием для представителей деловых кругов обеих сторон. Ведь данный проект откроет новые возможности для товароборота. Строительство объекта ведётся на сопредельной территории двух стран в районе пункта пропуска Шавад-Дашоугус. Узбекистан сегодня превратился в страну с развитой промышленной индустрией. Спрос на отечественную продукцию нашей страны очень высок. Особым потенциалом в этой сфере обладают такие северные регионы, как Каракалпахстан, Харезан, где налажено производство продукции с высокой добавленной стоимостью аграрного сектора, сельхозмашиностроения, текстильные отрасли и других. Соответственно, данная зона станет мощной платформой для наращивания товароборота и расширения кооперационных связей. Сама эта зона уникальна тем, что создаёт возможности для постоянного, системного, беспрепятственного взаимодействия наших предпринимателей. На безвизовой основе наши предприниматели могут встречаться, регулярно общаться. Самое главное заключать контракты на площадке этой зоны приграничной торговли и договариваться не только о торговых сделках, но самое главное развивать промышленную кооперацию. Большие перспективы здесь есть по созданию совместных производств в области электротехнической продукции, бытовой техники, развития кооперации промышленной с учётом конкурентных преимуществ двух стран, с учётом имеющихся сырьевых ресурсов. Они, конечно, открывают огромные возможности. Мы можем создавать эффективные производства и вместе выходить с ними на рынки третьих стран. Таким образом, нынешний визит — это очередной шаг в поступательном развитии диалога. И итоги его воспринимаются как логическое продолжение взаимодействия. Договорённости официальных Ташкента и Ашкабада перешли в плоскость реальных проектов, подняв отношения между странами на новый уровень практического взаимодействия. Того требует и сама история — многовековые узы добрососедства, братства и сотрудничества между двумя народами. Тем временем регион Центральной Азии в ожидании исторического проекта. В перспективе на карте железнодорожных магистралей появится дорога Термес-Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар. Её называют проектом «Века». Плюсов от его реализации огромное количество. Иначе не приступали бы к осуществлению грандиозного и дорогостоящего замысла. Но всё окупится в разы. Путь, который соединит Южную и Центральную Азию, поможет подняться экономике Афганистана. А нам откроют дорогу к иранским и пакистанским портам. Это будет целый комплекс, а не просто маршрут. Вдоль магистрали проведут линии электропередач. Предполагается строительство множества мостов, тоннелей и других объектов. Есть и такие расчёты. Реализация проекта значительно сократит сроки доставки товаров в Центральную Азию, СНГ и Европу. Предположительно, перевозка грузов из Пакистана в Узбекистан будет занимать не 35 дней. А максимум до 5. Стоимость их доставки может снизиться почти в 3 раза. Объём грузоперевозок, по прогнозу, может составить 10 миллионов тонн. О математике умных дорог расскажет мой коллега. Итак, вначале обозначим ключевые контуры проекта железной дороги ТРМС Мазари-Шариф Кабыл-Пешавар. Его стоимость оценивается примерно в 5 миллиардов долларов, а протяжённость маршрута составит 573 километра. С транзитным потенциалом до 20 миллионов тонн груза в год. Взглянув на проект немного иначе, а именно с высоты птичьего полёта, то новый транспортный маршрут, по оценкам специалистов, должен связать Европу, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и далее государства Юго-Восточной Азии. Необходимо отметить, что в 2018 году президент республики Узбекистан выдан инициативу касательно строительства новой железной дороги по территории Афганистана. Это ТРМС Мазари-Шариф Кабул-Пешавар. В течение последних четырёх лет узбекская сторона совместно с нашими афганскими и пакистанскими коллегами проработал несколько вариантов по территории Афганистана и был выбран один из вариантов прохождения линий по Афганистану. Самый длинный, конечно, но по мнению афганской стороны он принесёт больше пользы, чем прямой вариант через Саланг направления Кабула. Данная согласованная железнодорожная линия будет проходить через 5 или 6 больших городов, включая там будет около 8 больших тоннелей протяжённостью около 50 километров. Как подчёркивал президент Шавкат Мерзиёев, благодаря реализации проекта перевозка одного узбекского контейнера через Иран или Пакистан станет в 3-4 раз дешевле, а время в пути сократится в 4-5 раз. Кстати, как известно, по поручению главы нашего государства идёт строительство международного торгового центра в Термезе, чтобы предприниматели из других стран могли приобретать отечественную продукцию без посредников из первых рук. По сути, это всё станет одним из мощнейших катализаторов для экономики Узбекистана. Внушительные возможности взаимодействия с Южной Азией обусловлены не только огромной численностью населения, а в частности макроэкономическими показателями и динамикой роста данного региона, причём самого быстрорастущего в плане экономики, до 7,5% в год. При этом ВВП оценивается ни много ни мало в 3,5 триллиона долларов. Уже сегодня Южная Азия является локомотивом глобального развития. Узбекистан просто обязан с учётом своих стартовых возможностей географии занят своё полноценное место в этом составе. Неслучайно заинтересованность в строительстве железной дороги на Пешаварском направлении проявили Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Исламский банк развития и другие авторитетные финансовые институты. Прошлогодняя встреча в Ташкенте ознаменовала собой запуск абсолютно новой парадигмы регионального развития. В то же время обстановка в мире с точки зрения внешнеполитических факторов несколько изменилась. Для реализации данного проекта необходимо будет привлечь деньги в количество от 5 до 6 миллиардов долларов США. В настоящий момент афганская, узбекская, пакистанская сторона провела предварительное полевое исследование пролегания маршрута по территории Афганистана. Кроме того, Узбекский научно-исследовательский институт Ташк-Гашклити и Узбек-Космос провели ортофотоплан пролегания маршрута, и данный маршрут был согласован с нашими афганскими и пакистанскими коллегами. И вновь вернувшись к главным особенностям данной железнодорожной магистрали, можно с уверенностью констатировать, что она станет ключом формирования совершенно нового пути перевозок. Вот, к примеру, раньше для транспортировки товаров из Пакистана в Узбекистан требовалось чуть больше месяца. Однако с завершением строительства проекта данный показатель сократится аж в 10 раз. И это фактически колоссальная разница, наглядно демонстрирующая эффективность и значимость плана. Данный проект необходим нам как альтернатива тем коридорам, которые у нас существуют на сегодняшний день. Мы сегодня пользуемся северными коридорами через Казахстан, Россию, западными коридорами через Азербайджан, Грузию, Турцию и далее. И восточными коридорами направления Китая и дальше дальневосточные порты России. Данный вариант откроет нам прямой выход к портам Пакистана, Индии. И сократит перевозку грузов минимум в два раза. Да, кроме того, сократится стоимость перевозки, которая в эквиваленте будет стоить тысячи долларов на каждый 20-тонный контейнер. Это еще раз увеличит конкретно способность наших экспортных грузов на мировом рынке. Опять же, продолжая эту логическую цепочку, можно уже сейчас спрогнозировать, что повышение рентабельности перевозок будет способствовать росту грузопотока, а значит и торговле соответственно. Стоит учесть и тот факт, что проект влечет за собой не только его строительство, но и заметное улучшение придорожной инфраструктуры в целом. Необходимо отметить, что реализация данного проекта, она откроет дополнительный рынок не только для Узбекистана, но и для всего Центрально-Азиатского региона. Открытие данного коридора – это большой рынок Пакистана, где больше 250 миллионов, и Индия, где проживает полутора миллиарда человек. И этот рынок будет очень привлекателен для наших экспортеров из Палик-Узбекистана. Да, на фоне прогрессивно растущего товарооборота между странами, на территориях которой и будет прокладываться железная дорога, Афганистан послужит мостом соединения Южной и Центральной Азии, что, несомненно, решит накопившиеся социально-экономические и транспортно-коммуникационные проблемы. В завершении необходимо напомнить, что на реализацию проекта потребуется пять лет, ведь нужно учесть все научные каноны геодезии и топографии, а также провести ряд исследований, чтобы строительство проходило, так сказать, в правильном русле. Однозначно, что Узбекистан всегда оставался, есть и будет основным игроком, регулирующим поступательное развитие Центрально-Азиатского региона. И, пожалуй, все это – лишь еще одно доказательство непосредственного взаимодействия нашей страны с другими ключевыми с точки зрения человеческого ресурса и экономического благосостояния государствами, но уже соседнего, Южно-Азиатского региона. Мегаполисы, как автографы времени. В их шумной суете и растущей инфраструктуре очевидна динамика жизни. Современный комфорт налицо, ничего не скажешь. Но это одна сторона медали. Возьмем свою же столицу. За пять лет не вырос жилой комплекс, построены новые объекты, дороги. Что говорить? И так все, как на ладони. Но вопрос в том, что будет в недалеком будущем. Как выдержит нагрузку инфраструктура? Знакомясь с проектом генплана Ташкенту до 2045 года, президент Шавкат Мерзиёев сказал, как есть. У нас нет права на ошибку. Нужен проект, смотрящий далеко вперед и где учитывается каждая деталь. Иначе останемся без ничего. Без архитектуры, экономики, экологии. Что ж, комментарии здесь излишни. А пыли, выбросы над столицей тем временем растут. Дорожный трафик усложняется. И переселений здесь может быть очень и очень много. Руководитель страны поставил задачу сохранить архитектурный облик столицы, вынести будущие стройки за пределы города. В прошлом году уже говорилось о разрабатываемой концепции дальнейшего развития столицы. Проект создавали два года с участием зарубежных специалистов. В нем учтено все, включая динамику роста населения, состояние транспортных и инженерных коммуникаций и изменение климата. Хотят порешить и с пробками на дорогах. Возьмутся за общественный транспорт. К зданиям установят социальные меры. То есть не просто вырастить, скажем, очередное многоэтажное здание, но еще установят определенные нормативы по наличию школы, детского сада, пунктов бытового обслуживания, парковочных мест, необходимости озеленения. В подробностях об изменениях ожидающих Ташкент наш комментарий. Новый Ташкент. Каким он будет? Как отразятся грядущие перемены на общем его архитектурном облике и вообще на жизни горожан? Ответы на эти и другие вопросы в ближайшем будущем получат свое практическое воплощение на основе генерального плана до 2045 года, с проектом которого на неделе ознакомился президент. В течение двух лет мы на научной основе работали над данным стратегическим проектом с участием самых передовых современных архитекторов. Теперь нужно определиться с объемом работ по каждому году, что необходимо сделать в 2023, что в 2024 и в 2025 годах. Потому на базе новых требований нужно разработать программы пятилетнего развития. Почему я уделяю столь пристальное внимание программе Яшель Макон? Чтобы заранее создать вокруг Ташкента и внутри него зеленые пояса. Без них должного развития не будет. Очень важно определиться с источниками зеленой экономики. Откуда будет поступать питьевая и горячая вода? Как решить вопрос энергообеспечения с учетом принципов зеленой энергетики? Откуда ее можно получать? Сегодня до начала строительных работ нужно создать основы для этого. Новый проект должен соответствовать уровню развития Узбекистана, его климату, воздуху, менталитету народа. Да, прекрасный Ташкент за последние пять лет сильно преобразился. Сюда приезжают не только туристы, но и инвесторы, стремящиеся влиться в этот ускоренный созидательный процесс. А сколько современных многоэтажек и других зданий построено? Все это, конечно же, требует расширения современной инфраструктуры, под стать таким позитивным переменам и со взглядом на перспективу. К вопросу подходит комплексно, чтобы не только сохранить его уникальные черты, но и дополнить их яркими штрихами. Ведь растет население, оно приближается к 3 миллионам человек. А территория столицы на сегодняшний день составляет 43 тысячи гектаров. В росте и транспортный поток по дорожным артериям не теряет своей актуальности и экологическая составляющая. Потому руководителям страны данному вопросу уделяется особое внимание. В частности, в прошлом году на церемонии открытия парка Янги-Узбекстон и на встрече с ташкентскими избирателями говорилось о разрабатываемой концепции дальнейшего развития города. Государственное унитарное предприятие «Ташкент-Бошплан-Лити» работало над проектом в течение двух лет с участием иностранных и отечественных проектировщиков. Мы представили данный проект руководителю страны 18 октября текущего года. Это площадка обмена опытом между узбекскими и туристскими проектировщиками. Проект, над которым мы работали, очень важный, потому что город Ташкент все более расширяется в своих масштабах. Мы мечтаем создать будущее города, учитывая мнение молодого поколения. Потому что будущее в их руках. И все, что мы сейчас сделаем, останется им. При разработке данного проекта мы, как специалисты из-за рубежа, основываемся на нескольких направлениях. Это разработка проекта, который сможет изменить будущее Ташкента, совместное рассмотрение соответствующих вопросов ответственных лиц и проектировщиков, привлечение общественности в процессе разработки проекта. Также планируем наладить дуальную систему обучения для студентов вузов, чтобы они здесь укрепляли свои практические навыки. На основе тщательного анализа динамики роста населения, состояния транспортных и инженерных коммуникаций, изменения климата и сформирован взгляд на развитие транспортных узлов и населенных пунктов. Он был представлен главе государства в ходе презентации. Прежде всего, планируется оцифровать кадастр города Ташкента и сделать публичной информацию о категориях земель. Пользователи, в том числе желающие открыть свой бизнес, могут узнать через интернет, к какой категории относится тот или иной участок. Наша стратегия разработана в новой платформе. Мы внедряем географические информационные системы. В этой системе мы создали стратегию развития города. В дальнейшем, по поручению президента, мы будем развивать отдельные правила по каждому району, по каждой территории города Ташкента. Преимущество этих цифровых технологий в том, что каждый житель может заполучить необходимую информацию. Например, как отдельный район города будет развиваться в будущем. Какие стратегии намечаются на определенных районах. Какие территории будут охраняться, какие территории будут открываться на новое строительство. Или какие территории будут обновляться. В каких зонах будут улучшаться социальные инфраструктуры. И так далее. В этой системе можно будет проводить обширные анализы, разные виды анализы, которые будут помогать нам по определению нашей стратегии. Стратегии и тактики. Это будет открыто всем. Ежегодно будут обновляться предприниматели, инвесторы. Все могут открыть этот портал и могут увидеть, где можно построить здание, где можно, где нельзя. И где охраняемая зона. Могут открыто увидеть эту информацию. Этот портал, цифровой город, мы планируем открыть до конца года. Для решения же проблемы пробок на дорогах будет усовершенствован общественный транспорт. Хотим развивать общественный транспорт и правильно располагать общественные и социальные объекты. Если мы по городам 15-минутным радиусом будем располагать эти общественные и социальные объекты, горожане не будут ездить на своих машинах. Они будут ходить пешком и на велосипеде или на общественные транспорты. Это нам поможет решать транспортные проблемы. Также на окраинах города по принципу «Park and Ride» будут организованы парковки рядом с остановками общественного транспорта. Еще одна важная мера связана с установлением социальных требований к зданиям. То есть при строительстве многоэтажного здания в зависимости от его типа будут установлены определенные нормативы по наличию школы, детского сада, пунктов бытового обслуживания, парковочных мест, а также по площади, подлежащей озеленению. В проект генерального плана города Ташкента до 2045 года интегрирована концепция «Новый Ташкент». Этот новый город будет построен к востоку от столицы между речками Черчик и Карасу и рассчитан на проживание 500 тысяч человек. Разработаны перспективные районы развития застройки схемы основных дорог, связывающих столицу с новым городом. Обозначены их три основных стержневых направления – историческое, туристическое и технологическое. На первом этапе планируется застроить 6000 гектаров. Озеленение территорий. Этому важному вопросу на фоне изменения климата во всем мире и строительного бума уделяется постоянное внимание. Сейчас в столице осталось 7 тысяч гектаров зеленых зон. Потому, исходя из инициированного президентом общенационального проекта Яшель Макон, предусматривается создать зеленый пояс вокруг большой кольцевой дороги, организовать тематические парки вдоль каналов, протекающих через город. В целом планируется довести площадь зеленых территорий до 25 тысяч гектаров. Мы для города Ташкента сейчас определяем, как должен быть зеленый коридор для города, как зеленый каркас. И от этого мы можем балансировать определенный метр квадрат для жителей. Это норма 8 и 10 метров квадрат. И сегодня мы у каждого микрорайона, махалей проектируем, анализируем, где можно дать парки, бульвары и зеленые зоны. Мы начали разрабатывать проект по озеленению протяженностью в 130 километров на основе международного опыта. Его высоко оценил и президент Узбекистана. На данной территории будут высажены большое количество саженцев деревьев в период с 2023 по 2025 годы. Кроме этого, планируется также высадить зеленые насаждения на территории протяженностью полторы тысячи километров. Все это будет способствовать расширению зеленых зон. Внимание акцентировалось на привлечении к проекту молодых специалистов, повышении их опыта, сбалансированном развитии архитектурного облика районов и городов. Поручено открыть с этой целью центры проектирования в Самарканде, Бухаре, Коканде, Намангане и других городах. Состоялась также презентация проектов по реконструкции Государственного музея прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана, модернизации архитектурного облика административного центра Данаусского района Сурхандаринской области. Город, где комфортно каждому, который бы излучал больше волшебного света, очаровывая своей неповторимой и удивительной аурой. На что и направлена эта поистине историческая инициатива президента, требующая высокого профессионализма от специалистов, которые и будут создавать его облик в унисон обновлению страны. На сегодня у нас все. Смотрите сразу после нашей программы эксклюзивное интервью с Эльгаром Велизаде, руководителем клуба политологов Южный Кавказ. Отвечая на вопросы нашего корреспондента, эксперт комментирует значимость итогов официального визита президента Узбекистана в Туркменистан. Не только в контексте двустороннего сотрудничества, но и в целом для развития всей Центральной Азии, расширения ее торгово-экономических связей с другими регионами Евразии. Это была Тахлил Нама. Увидимся через неделю.